здравствуйте уважаемые телезрители это программа час интервью я григорий антимоний и сегодня наша программа будет очень необычный прежде всего потому что вы уже поняли снимаемый не в нашей обычной студии даже не в городе торонто и даже не в канаде мы в москве в студии такой компании условно говоря газгольдер мы об этом еще поговорим и необычно еще и потому что первый раз в истории нашей программы мы снимаем передачу с человеком который сегодня день рождения человек этого зовут василий вакуленко он известный музыкант которого хорошо знают под именами баста нагана нинтендо все пока пока все здравствуйте 36 как ты считаешь это серьезная цифра надеюсь что пока еще нет надеюсь что надеюсь что не серьезная цифра чувствую себя чувствую себя на 24 сегодня с утра размышлял сколько же как я себя ощущаю надеюсь что еще все впереди а как ты вообще относишься к дню рождения знаешь мне всегда немножко странно да когда люди там гордятся вот этой даты такой потому что сам день рождения это не повод вообще чтобы от тебя ничего не зависит то же самое гордиться я там не за голубые глаза странно это повод может быть для родителей да мы сегодня перечай разговаривали с ребятами что это маме звонил всегда поздравляю маму не считается праздником что это просто ну данностью так в так случилось что я родился спасибо моим там родителям не особо не особо люблю праздник всегда делаю традиционно день рождения концерт вот и чтобы не отмечать чтобы так с пользой провести дело поэтому больше отношусь к этому дню как празднику моих родителей надеюсь что это для них праздник мое рождение но все-таки раз уж день рождения давай начнем вот чего что такое родиться и жить в ростове оценить это можно только после того как оттуда уехать да когда я переехал в москву как бы стало понятно более-менее стало понятным где где родился где жил и какие условия были моей жизни какие так сказать какой в каком формате находился там я очень люблю свой город очень дорожу уважением которые есть у этого города передо мной вот я родился в рабочем городке такой район район ломбарда родители военные вся семья военная оба дедушки военных оба дяди военных все все военные 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 вот не знаю я вообще не 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 очень люблю свое детство да вот многие говорят вот было бы хорошо вернуться в детство я свое детство не люблю честное слово я мечтал что я быстрее вырасту и буду жить самостоятельно так как мне хочется как мне видеться как я хочу вот поэтому не знает это вот это воспоминание мой город такие воспоминания это песни это какие-то ассоциации аллюзии такие вот я очень люблю приезжать в ростов последний был концерт я выступал на день города и там было сто восемь тысяч сто восемь тысяч человек на площади которые пришли которые пели но это было для меня безумно важно и трогательно до слез да и такая вот детская мечта реализации признание то есть не было важно что это вот в городе вот моем происходило то есть связь у меня с городом очень серьезная очень люблю свой город я часто со своими гостями говорю о детстве и как правило себя от меня было счастливое детство ну вроде как счастливое детство все там говорить не о чем до папа мама там дом вот что на тебя оказало больше влияния в детстве семья или улица у меня такие сложные отношения были в семье у меня вот отца я своего первый раз увидел когда мне было семь лет вот воспитывали меня бабушка с дедушкой им за это безумно благодарен за все что они для меня сделали вот наверное все вместе это был вот когда первый раз так скажем попал на улицу это был девяносто пятый год и такое смутное время вообще тогда в стране происходило меня мама экономист высшим образованием она работала на рынке продавала йогурты до чтобы как-то прокормить вот семью да и папа моего сбила машины он чуть не умер ну то есть такие тяжелые моменты вот ну судьба удая вот я как бы всю свою семью рассматриваю через судьбу своей матери да потому что какой сложилась его жизнь это вот как судьба моей страны морская до 18 лет вышла замуж там болезни то есть она родила нас братом тяжело болела потом эти все развалы страны по причине того что отец был там офицером да и служил белоруссии потом как началась дележка вот этот вот такой момент короче было тяжело и она с таким достоинством с таким оптимизмом с такой улыбкой проживала все эти сложные моменты естественно я подкидывал там много очень много неприятностей до ей вот не знаю вот и семья и улица все на меня повлияло вот все что во мне есть хорошая это пожалуй моя семья на все что во мне есть такого экстремального это улица хотя улице на улице у меня появились хорошие друзья которыми очень благодарен за поддержку то есть я когда начал там образом говоря шататься на улице как говорил мой дедушка я встречал очень много достойных людей которые не ставили целью там погубить меня втянуть какое-то безумие делились каким-то жизненным опытом и то есть в целом но я не хочу я если мне сказали вернуть вернуть вернуться в детстве прожить еще раз я бы ни за что не захотел потому что у меня всегда внутри было понимание чего ну чего я хочу ну как вот я не знаю вот там 7 8 лет я понимал что я хочу делать то что я считаю правильным или интересным для себя вот каким ты хотел в детстве стать ну я хотел быть музыкантами 6 лет занимался музыкой 6 лет у меня дома стояла фортепиано и бабуля привела учительницу сказал что будет заниматься с тобой я занимался потом занимался аккордеоном и мне хоть всегда хотела заниматься музыка я больше ничего не умею и ни о чем даже у меня здесь не было сомнений что я буду заниматься музыкой то есть он не летчиком не пожар никогда не хотел военным не нужно сносить погоны не хотел потому что я увидел что такую армия то есть я жил белоруссия как сейчас помню ты рассказал много раз ту историю что я помню новый год 90 с 89 90 и я на новый год мама сделала тушеную картошку с мясом я ее ем и у меня мысль в голове что как же бог ну как же здорово ну что это круто то есть там было ну такое время было я не то что там жаловался или что-то ну то есть я помню свою свои мысли о том что он вот это круто а музыка мне всегда мне всегда нравится мне всегда нравилось мне всегда смотреть на людей которые выступают то есть я очень стеснялся музыкальной школе экзамены концерты мне всегда восхищали люди которые умели так скажем держать себя на сцене держать зал там общаться с людьми потому что для меня это были трудные такие него трудно мне это давалось она кого-то смотрел в те годы на миду на сцене до петельвизора и за вот у меня сложилось так что я избежал там всяких модных течений больше занимался музыка очень много этом кучу училище поступать готовился ну вот от той музыки которые слушали у меня дома ну мой отец такой меломан можно сказать да он слушал очень много рок-музыки он слушал высоцкий висбор машина времени битлз естественно там назарет queen deep apple то есть я слушал только вот такую музыку за что благодарен на самом деле хотя так с иронии относился немного к рок-музыки да ну потому не вызывала у меня на такая вот музыка особого восторга но я благодарен сейчас у меня как бы воспоминаниях есть неплохой такой бэкграунда который я поднимаю в нужный момент и вспоминаю нужные мне так сказать произведения для взаимствования них по-хорошему а вот говорят о детстве юности ростовская так не пытаюсь представить что такое был ростов в 90-е годы до зну знаю что такое москва было время ты с криминалом соприкасался ну да конечно в том смысле что это было это это уклад жизни был такой да это было не только просто это было везде как вы говорите это было и в москве это было в каждом городе до время такой на переломный момент когда там экономические взаимоотношения складывались по-особому до что нужно было получать свое брать свое делить забирать соприкасался конечно им к сожалению многих очень хороших достойных людей в живых нету спортсменов которые пришли вот в структуру так скажем ну как-то меня это не знаю миновал мне ну я знал знал как это работает как 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 нужно же динал как и знаю до сих пор что такое там вопрос чести слова поступка достоинства вот я не делил никогда людей на там криминал не криминал я люди делил до сих пор делюсь людей на людей достойных и которые поступают в разрез с моими жизненными принципами еще просто за ростовом это как чикаго даже вот за чикаго ходит вот такая вот шлейф так и ростов почему-то считают городом криминальным хотя вся россия криминальная она вся от южного сахалина до калининграда везде есть одинаковая модель свои герои ветераны там преступники и тому подобное это вот в каждом городе была модель всей страны до таком в маленьком маленьком варианте мой приятель близкий у которого совершенно другое детство в другой стране там благополучном городе торонто он говорит тут у меня где-то в 16 лет был такой момент знаешь вот когда я чуть-чуть вот поверну сюда и жизнь пойдет совершенно по-другому и даже это не хочу говорить как бы это случилось да но вот в какой-то момент повернулась по-другому у тебя не было такого вы знаете у меня не было такого созданного выбора и как бы вот благодаря бабули с дедули да я как бы вот они в меня вложили человеческое что-то вот под по нас по-настоящему вот такое понимание что такое добро и сострадание вот просто вот этот человеческая какая-то какие-то такие принципы и вот не знаю откуда у меня правда это потому что выбор у меня вы как вы говорите был разный и очень большой мне кажется что здесь какая-то магия существует да вот человек может вот мой старший брат мы жили в одинаковых условиях он закончил колледж сначала с красным дипломом потом закончил рист это ростовский месту жили по железной дороге он инженер серьезным с красным дипломом вот как то вот так так сложилось особо ничего не выбирал просто почувству шел до чувствовал как куда мне двигаться то есть это так как в песне было там не стал таким как старший брат это все правда да 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 но этой песни и и написал ко мне 20 лет было то есть уже 16 лет назад да и так потому что для меня лично мой старшим я с ними не близко мы общаемся хотя у нас разница 11 месяцев там но для меня пример честного человека да когда мне звонит и просит чтобы я заступился за какого-то там прораба на железном то есть образец для меня четчика порядочного и ну прям такого настоящего человека вот который ним не мыслит категориями там нечестности непорядочности да он для меня я прям горжусь что у меня вот такой есть вот такой брат причем для меня определенное зеркало я там не смотрю как он там упорно честно работает за свои там 15 тысяч рублей в месяц инженером на на железной дороге уважаю очень сильно вот сегодня у тебя своя семья свои дети да ты бы хотел чтобы что-то из той семьи в которой ты вырос перешло или сохранилась вот в твоей сегодняшней семье или что ты делаешь для того чтобы это было или наоборот этого не было я вот немного боялся до своей семьи ну как бы я боялся разочаровать своих родителей свою свою бабушку свое дедушку я хочу чтобы мои дети не боялись меня разочаровывать чтобы они ну чтобы они шли свой путь и знали что они для меня важны в любом в любой в любой жизненной ситуации я боялся да я боялся делиться плохими новостями так скажем боялся делиться трудностями моей жизни все носил в себе извини значит мне мне это очень близко да вот не смотря на с тобой такую разницу в возрасте. Мне это очень близко, вот это чувство. Скажи, вот ты боялся из чувства страха или из того, что просто не хотел их огорчать? Не хотел огорчать, естественно, потому что всегда, ну, у меня бабушка коренная киевлянка такая достаточно женщина была горячая, безумно нас любившая и, ну, реагировала иногда так, по-суровому, ну, война там, ну, все понятно, да, какие-то моменты. И побаивался, да. И огорчать, и вместе с тем, ну, просто боялся получить, так сказать, люлей. Вот. И моя вот мечта, чтобы мои дети, и делаю для этого все, чтобы мои дети меня не боялись. Вот, как мы разговаривали, что моя дочка, она, вот, пошли петь в Кремль, она так переживала, что вот она как-то не так споет, и я ей сказал, что мне вообще не важно, как ты споешь. Если ты хочешь, тебе нравится, сделай, я всегда, я, ну, поддержу тебя. Это, ну, для меня, для меня важно, чтобы меня, мои дети не боялись, и через меня не боялись вообще, ну, по причине того, что они девочки, чтобы они не боялись мужчин, да, чтобы никто, ну, не вызывал у них такого, там, страха, или, потому что девочки все равно смотрят на мир через семью, да, через ту ситуацию, какая складывается в семье. Я благодарен Богу и за, 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 за то, какая у меня семья, какая жена замечательная, как она сильно любит моих детей, как, ну, вообще, какой дом у нас, да. То есть у них есть и все, и любовь, и внимание. Вот единственное то, что я хочу, да, потому что я помню, как это мне мешало общаться с родителями, страх, разочаровать. Именно вот бабушка и с дедушкой, потому что с мамой у меня, ну, совсем другие отношения, и она у меня поддерживала безумно. Единственный человек в жизни, который мне никогда не говорил, что мне нужно делать. Вот раз уж ты заговорил про отношения в семье, ты в одном интервью сказал очень удивившую меня фразу, ну, говоря об отношениях, вот там, не только там твоих, там, с Леной, да, а вообще об отношениях мужчины и женщины, вот в браке, в семье. Ты сказал, что любовь – это уважение. Сто процентов. Объясни. Ну, ты сказал в том смысле, что, так скажем, что уважение – это высшая стадия любви, да, вот, потому что в семейной жизни первая влюбленность и первая страсть, так скажем, она превращается в что-то другое. У кого-то она превращается в злость, в горечь, в тяжесть вот этого быта, каждодневных, так скажем, встреч, а у кого-то наполняется уважением. У нас очень сложные отношения были, да, женой, ну, такие совершенно разные два человека, да. Да, это понятно. Из разных, так сказать, миров, из разных там социальных этажей, так скажем. Ну, может быть, даже никогда не пересекающихся, да. Ну, вот удивительно, что когда мы с ним познакомились, мы жили через два дома друг от друга в Москве. То есть она жила на Аптековском, я на Гороховском. Ну, так сложилось. И, ну, вообще разные люди. И как-то так сложилось, вот, ну, вот встречное было, да, желание как-то вот, ну, изменить свою жизнь, изменить себя. И вот необъяснимая связь, вот необъяснимая связь, которую я не могу найти в ней логики никакой, вообще ни в чем мы с ней не похожи. Ты до сих пор это анализируешь? Конечно. Да? Конечно, конечно. Я ее безумно, она, во-первых, ее очень ценю за прямолинейность и категоричность. То есть она никогда не будет лукавить, она никогда не будет кривить. Это иногда бывает больно мне, но говорить честно, прямо свое видение, свое мнение. Вот, допустим, как я говорю, что она представитель определенного сегмента моих слушателей, ставлю ей песни. И вот она как бы слушает и там говорит, вот это, вот это понравилось, вот это там сложновато для меня, вот это красиво, а это вообще никак. Ну, для меня это, конечно, хочется, чтобы женщине, которую ты любишь, все нравилось, ну, вот как бы, то есть уважение это самое, ну, вот я понимаю, что это важно, потому что это труд, жить в семье это труд, двухсторонний, тяжелый, иногда каторжный труд. Я помню, когда мы венчались в храме, ну, и венчание прошло, и священник, ну, подошел, говорит, я вам хочу сказать, дорогие мои, ну, мы такие веселые, улыбчивые, что жизнь – это страдания, длинный путь страданий, и если за всю свою жизнь вы будете хотя бы 15% счастливы, значит, ваша жизнь удалась. И пошел, и мы такие, на самом деле так и получается, что вот немного вот обезумного счастья. Извини, а это было для вас откровение? Вы не ожидали этого слышать? Ну, конечно, нет, мы не ожидали в тот момент, да, это венчание, вот только там все, весь ритуал прошел, и так, ну, я просто серьезно отношусь так и к браку, и ко всему этому. И на самом деле он был прав, он на самом деле был прав, что это правда, каждодневный труд, уступков, компромиссов, прогибаний лично себя, своего эго. Это вот, для нас с ней это просто, ну, по причине того, что характер у меня, как в том фильме, скверный, да, со мной очень тяжело. И вот она прям, так скажем, мы с ней пара, да, хотя вообще не пара. Извини за такой вопрос, Вася, а ты однолюб? Я однолюб, я безумно однолюб, прям вот, я ничего не могу с собой поделать, и… Да не надо ничего с собой поделать. Нет, я имею в виду, я имею в виду, что, я в шутку говорю, что я не могу с этим ничего поделать, я однолюб в том смысле, что… Однолюб это все-таки определенного, в определенном смысле эгоисты, да, то есть сконцентрированы на другом человеке, чьи есть свое эго, вот он один, да. Я очень, как бы, привязываюсь, да, сильно к людям, и вот, что касается женщин, очень особо, да, для меня, вот, мать моя, да, она образец, ну, женщины, и она меня воспитала в безумном уважении, ну, к женщине. Поэтому люблю писать песни про любовь, и жена мне говорит, ты про кого пишешь постоянно, там, вот. Я, я, я просто вот, любовь и влюбленность, и все, что связано с любовью, для меня такой ключ определенный, да, формат, через который я, там, общаюсь с людьми на своих, в своей музыке, да, потому что мне очень нравится фантазировать, придумывать, пытаться прожить какие-то ситуации, там, в любви у других людей. Ну, вот, поскольку ты все-таки сам заговорил про музыку, ну, давай немножко про это. Все-таки это, наверное, главное дело в твоей жизни. Почему рэп? Это бюджетная музыка, в плане возможности записи и реализации, так скажем, да, потому что не нужно, не нужно каких-то особых талантов, ну, как мне казалось тогда, да, чтобы записывать рэп, ну, когда мне было 16 лет, я так думал. Ну, то есть все было просто, у меня был магнитофон-маяк, синтезатор Yamaha, я все это, папа мне любезно все это коммутировал, и я мог записывать что-то. Если серьезно говорить, то для меня рэп очень удобная форма, очень удобная форма изложения мысли, настроения, как бы, есть возможность изложить очень большой объем информации, вложить это вот такой в короткий отрезок времени. Ну, еще это круто. Я стал этим заниматься, ну, рэп слушали на улицах, ну, то есть все мои ровесники слушали рэп-музыку в Ростове, но это было, как бы, таким очень серьезным, серьезным таким течением. Вот тогда вот как раз формировались многие команды, вот Каста, группа тоже, да, ростовские ребята. Ну, это вот было то, чем мы жили, интересовались, модное течение было, так скажем, да. Позже это переросло уже в серьезное занятие. Кстати, вот странно, да, что Ростов был таким центром. Да, в каком-то смысле, вначале, да, так было. Появление русского рэпа. Потому что южные все эмоциональные, и всем это нравилось. Еще это было так немного, так скажем, неформально, да, то есть рэп это была такая музыка неформальная, это вот как в советское время рок-музыка, да, то есть там могли вот там за рэп одежду, образно говоря, по голове дать, там спортсмены какие-то, да. Ну, это все так быстро. В Ростов вообще город такой удивительной интеграции всего, национальностей много, все новое приходит очень быстро, все как бы находят общий язык. Город компромиссов, как я называю, с Вадиком. Мы с соседних районов в Ростове, с Купе, с моим коллегой по проекту Нагана. Вот он спортсмен вообще, да, и там занимался самбо очень много. Ну, то есть музыка, которая принимала всех охотно, как свежий такой новый жанр, как не было еще там какого-то отбора, просто было желание, безумное желание что-то делать. Ну вот ты же знаешь прекрасно, да, что Америка, где, собственно, рэп, как и многое другое в музыке появилось. Как и все, в принципе, появилось в музыке. Да, да. Вообще, вот до того момента, пока рэп запели «Белые», да, прошел определенный период, да. Это считалось таким совершенно маргинальным явлением. Ну, какие там черные подростки, там, где вот хочется что-то выкрикнуть, да, на сцену их не пускают, а никакого, собственно, такого оборудования крутого нет, да. Ну, вот вышел, да, что-то такое прокричали, сначала, я помню, мы, когда начинали с Гордоном делать передачу «Нью-Йорк, Нью-Йорк», одна из первых была посвящена там уличной команде рэперов. Вот, все так забавно смотрелось. Тогда трудно было, это было начало 90-х годов, трудно было представить, что из этого вырасти такое мощное музыкальное течение. А вот, скажи, ты себя все-таки считаешь музыкантом или поэтом тоже? Ну, поэтом мне себя сложно назвать. Я стремлюсь, как бы, писать, писать стихи, да. Я знаю, что такое поэзия, да, вот, ну, в том смысле, о какой поэзии можно говорить о хорошей, да, поэтому мне сложно себя называть поэтом. Я люблю писать стихи, у меня есть даже несколько стихотворений, которые ты не поешь, да? Естественно, да, ну, просто, ну, они очень-очень-очень слабенькие в плане и слога, и всего-всего-всего. Я считаю себя все-таки, ну, музыкантом, да, и для меня, там, речитатив – это один из приемов. Я считаю себя рэпером в том смысле, что рэп для меня это, ну, такой удобный язык, да, вот. То есть я и живу, и живу так, как бы, придерживаясь изначальной концепции рэпа, да, что это определенный протест, как вы говорите, крик, да, что любой может прийти, и он может быть услышанным и стать безумно популярным. Пусть он, там, не попадает в ритм, говорит какие-то, как казалось бы, банальные вещи, какие-то простые, но получить отклик, вот, зайти, записать, вот, послушайте, что я говорю. Вот, мне это очень нравится. То есть в этом есть свежесть, да, а тем более сейчас, когда появился интернет, ну, то есть есть интернет, мы каждый день слышим безумное количество музыки, модной, которая уходит очень вперед по своему развитию, по уровню поэзии, очень, очень, это очень круто, на мой взгляд, что жанр живой, да, потому что записать, там, рок-музыканту какую-то песню, вот, на свежую, это, ну, трудно, ну, можно, там, под гитару, да, что-то выйти, а рэп просто взял минус, бит, можешь просто прочитать, вот, без музыки, без ничего. А вот, что такое русский рэп? Есть такое вообще явление, да? Как и русский рок. Ну, ты знаешь, вот, мы много раз на эту тему говорили с Сашей Градским, да, и вот, даже последний раз он был в моей программе, там, тоже, так сказать, вне, там, наших, обычных, там, с ним на эту тему, когда-то, многолетних разговоров, он уверен, что понятия русского рока нет, это выдуманное, это искусственно выдуманное понятие, нет, потому что нет среды, где это, естественно, родилось, и нет, нет ничего составляющего, в общем, того, что, вот, допустим, в Штатах, да, включает в себя, ну, начиная даже от того, что нет адекватной музыкальной критики, нет людей, разбирающихся в этом, вот так вот считают. Ну, это и есть условия русского рока, это вот так звучащие, иногда плохо сыгранные, плохо спеты, это и есть русский рок. Вот ты повторил почти, почти то, что, а чем отличие рэпа в данном случае? В том же самом, там, по, так сказать, по уровню качества звука, по, хотя на самом деле сейчас, ну, чтобы вы понимали, большое количество русских битмейкеров ездят в Америку и делают музыку для американцев, то есть битмейкеры наши, молодые ребята, вот мы с одним из них работаем. Я даже сторонник не того, что русского рока или русского рэпа, это рок на русском языке и рэп на русском языке, вот. Что значит, ну, Александр Борисович просто слишком ортодоксально относится к рок-музыке. Ну, он категоричен, бывает. Да, 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 и это есть та среда, то есть, отсутствие среды, это и есть условия, да, это как появление бактерий, там, где-нибудь в невозможных условиях. По-моему, мне кажется, что появление рока в Советском Союзе, это, ну, это гениально. Ну, какого бы то ни было, как смысла, как пути, да, как движения, потому что играть в Советском Союзе русский рок, я помню, как мне папа рассказал, как он ходил на концерт «Машины времени», да, ну, то есть, это в Ростове, да, ну, то есть, это было целое событие, это было целое какое-то вот, как болезнь за «Спартак», да, образно говоря, то есть, это была какая-то форма... Да, больше того, я тебе скажу, пойти на концерт «Машины времени», это было вообще как политический вызов. Ну, нет, так я же имею в виду какого-то рода, то есть, ну, свой протест. Наоборот, то, что у нас появился рок, это ничего удивительного, ничего удивительного совершенно. Ну, да, то, что мы слышали, как они играют на гитарах и брали, ну, да. А им зато нравится наш балет, наша классическая музыка. Мир вообще состоит из правильных взаимствований, да, из цитат адекватных. Если отделяться и говорить, что вот американский рок – это рок, а все, что остальное – это не рок. Концепция рока умирает тогда сразу. Если мы ограничиваем рок-континентом, языком, цветом кожи, вся идея рок-н-ролла, она умирает сразу. Это, у этого нет ни пространства, ни времени, это вот появляется, оно есть. Я беру гитару и говорю там, прошу прощения, там, жизнь хуйня, да, это рок мой. Я могу обосновать это эмоционально, могу обосновать как угодно. Это мое слово, я вам говорю, жизнь хуйня. Нравится мой рок, не нравится, это уже другое, но это мой рок. Я вам говорю, что это мой рок. Ну, я с тобой в чем-то не согласен, прежде всего, знаешь, потому что рок-музыка, ну, в сегодняшнем своем там воплощении, честно тебе скажу, что я не знаю, что такое сегодня рок-музыка, потому что лично для меня это вообще развить рок остановилось на группе Нирвана. Сто процентов. Вот дальше я не знаю, я ничего не знаю. Это поп-индустрия, если говорить об этом, сто процентов. Просто здесь важный момент, что рок это не музыка, это вот, это банально, но это состояние души, вот и все. Тогда рэп это еще в большем смысле состояние души или образ жизни. Потому что, особенно рэп на русском языке или там русский рэп, это музыка интуиции. Ну, представляете себе, да, что там нет налаженного процесса, нет возможности реализовываться, да. Люди сами там придумывают свои истории жизни, да. Каждый свой мир, свою концепцию. Это гениально просто. Потому что даже русский рок это, ну, ну, что, ну, что, что есть такого русского рока, что вы мне скажете у вас на языке. Ну, есть хорошие, есть, правда, хорошие там музыканты, есть уважаемые музыканты. Просто слово в роке быть уважаемым, это уже не, ну, в роке нельзя быть уважаемым. Тебя должны либо любить, либо ненавидеть. То есть это музыка острия, да, это пик, это вот, ну, такой, вот, ну, какой-то такой безумный эмоций. Ну, что для меня рок лично? Джимми Хендрикс. История крутая, судьба крутая. Вот, смерть крутая. Ну, это, вот это, это и есть рок. Пришел, ушел, так скажем, оставил там на долгие, на долгие после себя. Так же там, как в «Онирване» Куртка Бэйн. И безумное количество гениальных людей. Там, Виктор Цой, там, Владимир Семенович Высоцкий. Это, это, для меня это рок-музыка. Это рок-музыка по судьбе, по трагизму, по, по пути, да. Вот в этом, в этом, Галюч, это тяжелый рок. Ну, судьба, судьба, жизнь, смелость, мужество. Вот это, а все, что шумят гитары, громко играют барабаны, ну, это мы все умеем сделать. Тогда поговорим немножко, да, о содержании. Вот в Советском Союзе, ну, в тот момент, когда рок был абсолютно подпольный, да, или только-только там где-то пробивался, давили, вот там, в Питере, да, в Москве, в Свердловске. Были такие несколько очагов в стране. Но в эту пору, в отличие от Запада, серьезную роль играла та музыка, которые, те песни, которые пели, там, Высоцкий, Галич, так вот, Джава, да, вот, и три, три гиганта авторской, авторской песни. Да, вот, она играла, вот это, то, что они делали, играло роль той протестной музыки, которая была на Западе. Просто в силу таких исторических причин. Вот, потом, как мне кажется, потом появилась вот эта вот, в начале перестройки, да, вот эти, когда многое стало разрешаться. Это, хотя тоже под запретом, но появились, да, вот эти первые рок-клубы. А скажи, а сегодня, что играет, вот, роль музыки протеста? Рэп или тот же рок? Мне кажется, что исчезло такое понятие, как музыка протеста, в том смысле, в каком она была в советское время. Сейчас, ну, опять же, благодаря интернету и вот такому живому общению, участник, так сказать, процесса, участником процесса становится любой желающий. То есть, протест это... Это заявка о себе именно вот в сети, да. То есть, музыки протеста, я не знаю, что такое музыка протеста. Вот ее, я, ну, не чувствую ее. Вот чтобы было такое, что такое, что прямолинейно, так, по-настоящему дерзко, чтобы что-то говорилось, такой музыки не существует сейчас. Ну, протест тоже может быть разный. Знаешь, вот там один может протестовать, вот у меня бабок на дозу нету, да, вот. Да. Он вышел там и закричал про это, да. Ну, в этом месте тоже большая, большая, так сказать, политическая идея. А другому не нравится, скажем, то, что происходит там между Россией и Украиной, да? Ну, это разные уровни протеста. Это не разные уровни. Я имею в виду, что музыка сама по себе, она перестала нести в себе протест. Ну, вот как-то так вот получилось почему-то. Все переместилось, ну, вот, видимо, время такое. Все переместилось в интернет, форумы, видеообращения короткие. Вот другой формат протеста. То есть музыка перестала, музыка может быть сопровождением какого-то протеста, но быть прям вот голосом, голосом-поколением, голосом протеста, это сейчас невозможно. Это естественный процесс, как в Америке, да. Вот кто сейчас в Америке, там, образно, голос, голос, голос протеста. Ну, вот были беспорядки черных, в черных кварталах. Кендрик Ламар, там, представлял, так сказать, поэтическую составляющую протеста. Но он тоже не был ее, он просто был таким музыкальным, хорошим, достойным музыкальным сопровождением. То есть сейчас, вот, мне кажется, что страна находится именно в таком плавающем режиме, что протест уже не нужно оформлять во что-то, он прямой. Ну, вот, как я историю расскажу, недавно было, что мы были в Челябинске, и в перископе я снял, ну, такой обзор челябинских дорог. Ну, это просто ад. На него отреагировал мэр города, потом его прокомментировал на следующий день министр строительства дорог и РБК. Все там, ну, закрутилось, завертелось. Вот, как бы, мнение, которое я высказал свое, оно как-то вот сработало. И таких мне немного, то, что происходит, это, ну, на самом деле, выстреливают. Что-то не слышим, да, что-то остается невидимым. Вот в интернете происходит самая основная борьба. То есть вот эта вся, сказать, хоть эта вся жизнь переместилась туда, да? Да, там есть музыка, то есть, ну, то есть вся, ну, представляете, да, в чем форма протеста. Человек приходит домой, включает музыку, какая ему нравится, и сидит в интернете, пишет, общается, там, дискутирует анонимно, неанонимно, провокационно, не провокационно, то есть там, как бы, определенный удобный формат. Свободы, там, нету ограничений по темам, то есть вот такое, такое новое общение. Пока, новая платформа для общения нового поколения, да. Мне, я все равно, я, хоть не 36, но я любитель все равно, вот, так сказать, контакта. Есть кто вообще спокойно общается. Вот если мы работаем по музыке, мы и не видимся вообще. То есть мы отправляем бит, нам присылают бит. В этом тоже есть свой фан определенный. Да, но это, кажется, совсем другая жизнь. Кто ведет воины, кто посылает воинов, победой освещает пролитые вражеской кровью. Ведут отряды, солдаты латают раны, упрямо, прямо, кровь, как из крана. Гаснут лампады в храмах, когда хоронят героев, еще живые готовятся к последнему бою. Солдат смотрит в небо, но не видит Бога, сам себе шепчет, потерпи немного. Моя страна, как одна большая казарма, видимо, это наша карма. Чеки-бара, войны ислама, зеленое знамя, нашли войну где-то на страницах Корана. Денежные знаки в перемешку с проповедью, святой саляпанной невинной кровью. Вожди точат ножи, запускают дезу. Власть в руках опричников, головорезов. Жизнь, смерть по решению императора. Несчастная филина, да ты давно отравлена, переплавлена, монеты и роздана. Признание закона из нас выбито розгами, мольбами слезными оглушаем Всевышнего. Но почему же нас не слышишь ты? Видишь ты, реки крови выходят из берегов. Мы теряем отцов, мы меняем богов. Я сын войны, тебя готов к схватке, когда зацветет магия. Оденусь в браке, мне на безбаки, соляруют костры. Брат, видишь кровь из ушей, с лишистых страны слить. В землю кресты, на погоны звезды. Весной от героя, длин, звезды, березы. Расплетают косы, печальные невесты. Источают мира священные фрески. Я вспоминаю, когда я первый раз тебя увидел. Это было, наверное, уже лет 12. Я помню. В старом газбольтере. На втором этаже. Я что-то такое, какую-то китайскую там ел пищу. И какой-то парень, в общем, что-то там такое наигрывал. Я даже помню, что это было. Это была война. Да, я репетировал. Вы сидели вот в лошадь. Я помню. Я не знал, кто. И я потом, я так стал сначала прислушиваться. Думаю, слушай, как это интересно. Потом стал спрашивать, кто же это такой. Вот тогда я первый раз услышал и, можно так сказать, запал на это. Еще не слышав ни одной песни. Скажи, пожалуйста, вот ты тогдашний, 12 лет назад, и сегодняшний, что в тебе поменялось? Романтизм ушел. В музыке. В каком-то смысле. В музыке или отношения к жизни? Нет. В музыке нет. В романе хочется так поджиматься, да, немного. Больше конкретики и больше... Ну, то есть, вот песня «Война», о которой мы говорим, да, я таких больше песен не напишу, потому что, ну, она вот такая вот в своем роде. И многих песен не напишу. Сейчас вот по суше стал, что ли, да, так, почерствее. Вася, я вот думал, что если бы эта песня прозвучала бы, не знаю, война прозвучала бы там в 14-м или в 15-м году, все бы однозначно поняли, про что она, да, что это бы вот, да, вот трагедия, да, Россия-Украина, вот про что эта песня. Ты согласен с этим? Да, да. Ну, то есть, сейчас таких, таких песен уже не смогу, не смогу сделать. Ну, всему свое время, видимо, ну, не знаю. Я стал посуше, поциничнее, наверное, да, в плане, поциничнее в отношении себя. То есть, я альбом этот делал, подоставал старых песен и одну старую вставил. Ну, было неловко, да, то есть, старая песня, ну, там, немного такие обороты не очень, рифма слабенькая. И себя поймал на том, что, ну, я охренел уже. Ну, то есть, в том смысле, что, ну, странная какая-то ситуация, да, что я сам себя начинаю истязать за то, что я делал давно, и насильно, как бы, эту песню вставил. Как неудивительно, или как, в чем удивление, что, там, на iTunes эта песня понравилась всем. То есть, то, о чем я переживал, что там какой-то уровень поэзии не такой, или, там, не поэзии моих, там, вот, размышлений. Ну, стал, ну, прямо, чувствую себя немного, так, по-суровее. Раньше легко писал, садился, и бах, там, и... Скажи, а это связано с тем, что ты стал известным, узнаваемым, популярным? Это давит? Давит, конечно, ну, в том смысле, что я стараюсь от этого отстраниться, ну, понимаю, что там люди будут слушать, то есть, мои, там, люди, которые привыкли к определенному формату, хотя каждый альбом я делаю совершенно по-другому, то есть, люди, люди, всегда, получая пластинку на руки, не знают, что там будет, там, песня на китайском, или «Игра бубенцов», там, можно говоря. Слушай, ну, вот, то, что ты сейчас сказал, мне очень-очень удивило, хотя это понятно, наверное. То есть, фактически, ты сейчас стал менее свободен, чем был тогда, потому что ты в какой-то степени зависишь от того, понравится ли это тем, для кого ты пишешь? Конечно, ну, мне так кажется, да, то есть, мне так кажется в моей голове, что вот, там, вот, я размышляю о людях, но я все равно делаю, естественно, делаю по-другому, совершенно делаю, иду в разрез с этим желанием, то есть, там, вот, последний альбом, который мы выпускали с Сашей, смог ему, на альбоме была просто картина Эрика Булатова, и ни названия, вообще ничего. То есть, как мне говорили, да это же безумие, это же люди не смогут даже прочитать, понять, ну, то есть, хотелось рискнуть, попробовать, и мы это сделали, и альбом приняли, и люди, как бы, то есть, люди воспитаны нашими, так сказать, сумасшедшими экспериментами, они готовы к этому. Я говорю больше о внутренних каких-то, да, что я переживаю, там, поймут, не поймут, ну, это такая, как связь. Но раньше ты об этом не думал, да, ты просто писал. Ну, потому что раньше не было людей, кто-то, ну, слушал так много, да, поэтому я писал просто легко и не задумываясь, вообще, ну, то есть, в этом есть, ну, в этом возможно, как я называю, что весь путь музыканта, это такая большая терапия длительная, да, где я проживаю разные этапы жизни, там, в зависимости к другому мнению, к зависимости от другого мнения, там, личного какого-то, проявления личных каких-то качеств характера. Ну, то есть, это безумно тяжелый путь. Ну, я вот на самом деле, клянусь, это кажется, что это все так просто, написал или написал, в голове несколько армагеддонов проживаешь, пока все это выходит. Я понимаю, что это, наверное, как бы, может быть, очень сложный процесс, да, и вот эта вот зависимость, да, вроде зависимость не от того, не от желания, там, угодить какому-то высокому начальству, да. Это забота о людях, которые меня слушают. А вот, да, но все равно это не свобода, понимаешь? А все, ну, а все не свобода. Ну, это, это, я, может, не так выразиться, это не в том смысле зависимость, это те переживания, о которых я говорю, то есть, я их наступаю все равно на них. То есть, кажется, вот это поймут, вот это не поймут. Все равно я сделаю так, как считаю нужным, по-любому, по-другому. Вот, там, с Женей мы, допустим, да, очень, ну, много, много дискутируем по поводу, там, определенных фраз, оборотов. В каких-то моментах я, ну, иду с пониманием навстречу меня, а какие-то вот принципиально понимаю, что вот, ну, оно вот так круто звучит, правда. Последний у нас был песня «Фонари» на альбоме, там была такая фраза «А теперь смотри, как зал искрит, он как отражение ночного неба, только вместо звезд фонари». Ну, то есть, фраза нормальная, ему не понравилась интонация, как я сказал, слова «фонари». А меня это слово просто, ну, разрывало, как вот оно звучало вот так, вот по-наивному, ну, как-то, то есть, я прям в дискуссии отстоял, так скажем, свою точку зрения. То есть, я какие-то вещи могу менять, применять, а какие-то вот не могу, если вот чувствую, что это прям меня уничтожает, прям в жизни никогда не сделаю. А вот, если говорить о твоей аудитории, возрастной диапазон это какой? От шести до семидесяти. Правда? Ну, я честно говорю, ну, люди, которых я знаю, ну, вот на концерты, кто люди, вот сейчас проехали в Турик, люди были просто, я не мог поверить глазам, там, второй этаж, стол над танцполом, я смотрю, что люди, ну, просто, там, в возрасте сидят, там, ну, то есть, они, да, ходят на определенные песни послушать, там, «Темная ночь», Высоцкого, «Райские яблоки, родину» послушать, про маму, ну, есть какие-то свои, там, моменты, и с удовольствием слушают, и с удовольствием… На новую какую-то музыку, да, и что-то им симпатичное, ну, по откликам людей, да. Детей очень много ходит, вот, мы сейчас такую практику делали, что дети на концерте, которые есть с родителями на шеях сидят, мы их забираем на сцену, и они сидят с нами на сцене, прямо на стуглях вот так устраиваем. А родители не смущают некоторые, там, текстовые проблемы? Нет. Нет? То есть, они нормально к этому относятся? В этом, ну, какая-то есть самоирония, и я вот, ну, дети, естественно, ходят на концерты, там, где программа «Басты», и, ну, там есть какие-то моменты, но мне кажется, что здесь дело не в этом, да, и… Здесь играть в комсомол, ну, как-то, ну, лукаво, на самом деле, да, я… Я детям ставлю свои песни. Ну, наверное, не все песни. Ну, конечно, ну, вот, допустим, «Солнце не видно», да, там, пожалуй, единственная песня, где у меня есть слово «Матерное», вот, ну, они не спрашивают, что это значит, да, я думаю, что жизнь сама научится временем. Вот, меня родители и бабушка, и девушка научили, так, с умом применять, так скажем, со знанием дела применять инструменты подобного характера, как нецензурная лексика, говоря со мной о уместности, о моральной ответственности и ответственности вообще перед людьми и перед собой. Поэтому… Я просто, ну, вот так сложилось в моей жизни, что я, во-первых, всегда не любил, когда мне говорили, что нужно делать в плане музыки, да, вот, когда мне говорили, что, там, материться в музыке – это плохо. Я это, когда мне говорили, у меня просто, ну, меня мог напасть, и до сих пор может напасть нервный тик, да, или удар меня хватить, потому что в моей музыке уместно все, потому что это моя музыка, мое личное пространство, вот, и я могу делать все, что, все, что мне заблагорассуется, моя ответственность, ее принимаю. Ну, ты допускаешь, что вот это и еще некоторые другие вещи, о которых мы еще там поговорим, да, в твоем, в твоих песнях могут от тебя резко отталкивать значительную часть таблитории. Причем тот, который, может быть, жалко было бы потерять, понимаешь? А вот здесь есть мой, не страх перед оценкой меня людьми, да, вот здесь есть моя, как бы, вот то, о чем мы говорили до этого. Здесь я, ну, то есть у меня есть адекватность, я понимаю, что могу потерять, но иду на это, потому что мне так, ну, мне вот нравится. Мне, ну, вот нравится вот в этой песне сказать вот такое-то слово, и оно именно вот там должно быть. Возможно, оно ту мать для кого-то, возможно, оно чересчур, ну, что я могу сделать? Ну, из песни слов не выкинешь, как говорится. Ну, ладно, из песни слов не выкинешь, но вот наш час уже подошел к концу, вот, и я очень хочу продолжить эту передачу. Сейчас мы заканчиваем нашу первую программу с Василием Вакуленко, и я с вами прощаюсь до следующей субботы.